МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И вот о чем расскажем сегодня. Экология. Это интересно. В поселке Красное презентовали оборудование для проведения уроков и научных исследований. Счастливыми обладателями подарков нефтяников стали участники научного школьного общества «Первые открытия». У Стазерску-520. В рамках юбилея первый город Русского Заполярья посетили представители старообрядческих общин из Латвии, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Усть-Цильмы и Архангельска. Как в маленьком городе стать большим? Об этом молодежи Ненецкого округа рассказал вокалист группы Марсель Степан Литков. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Экологический урок для участников научного школьного общества «Первые открытия» школы поселка Красное провели сотрудники нефтедобывающего предприятия «Башнефть-Полюс», входящего в структуру компании «Роснефть». Они продемонстрировали презентацию и химический эксперимент с помощью оборудования, приобретенного специально для проведения уроков и научных исследований. Третьеклассница Полина Фефилова четко следует указаниям менеджера по контролю качества «Башнефть-Полюс» Розы Поповой. Благодаря учебному набору определения в воде микроэлементов делать химический анализ несложно. На это и рассчитана портативная химлаборатория, подаренная нефтяниками. Доступность, мобильность и точность. А еще мощный микроскоп и ноутбуки. Все, что необходимо для развития научного общества в сфере биологии и химии. Это мобильная химическая лаборатория на 14 показателей, комплекс для определения нефтепродуктов, очень мощный микроскоп. Дети получат возможность выезжать, делать непосредственно на местах необходимые анализы и в дальнейшем их использовать для своей научной деятельности. О важности проведения исследований и мониторинга окружающей среды Елена Матвеева рассказала в своей презентации. И о том, какую огромную работу в этом направлении ведет ООО «Башнефть-Полюс» на место рождения Трепса и Титова. Оказалось, предприятия и школьное научное общество решают похожие задачи. Многие из ребят уже проводили исследования растительности, атмосферного воздуха и водоемов в округе. Мы занимаемся исследованием воды, показателей, нитраты, нефтепродукты. Мы занимаемся изучением сукцессии растительности. Мы можем брать анализы почвы тоже на нефтепродукты. Непосредственно мы планируем заниматься микробиологическими исследованиями. За семь лет существования общества его участники не раз становились победителями межрегиональных, всероссийских и международных конференций. Представляли наш округ в Норвегии и Италии. Сегодня в нем занимается более 30 учащихся. Так девятиклассница Саша Эрбаева уже третий год изучает водоемы в Ниньцком заповеднике и окрестностях поселка. Мы в прошлом году тоже ездили на костяной нос с учителем из искательской школы. У нее уже была такая лаборатория и мы уже работали. Да, очень интересно. Там в инструкции все подробно, ясно, четко написано. Поэтому никаких сложностей не возникло. Сейчас ребята начали готовить доклады к будущим конференциям. Повысить их уровень поможет и новое оборудование, и новые ноутбуки. Кроме того, подарок от нефтяников даст возможность улучшить качество проведения уроков химии и биологии в школе. Не исключено, что среди этих ребят окажутся будущие научные светила. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Представители старообрядческих общин из Латвии, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Уст-Цильмы и Архангельска посетили окружную столицу в рамках празднования юбилея первого русского города в Заполярье, городище Пустозерск. Это особое место для старообрядцев. Именно сюда в ссылку был отправлен и здесь же был казнен во времена церковного раскола 17 века глава старообрядчества Протопопа Вакум. В 2020 году состоится чествование великомучеников в связи с юбилейной датой его рождения. В старообрядческом церковном комплексе значимая встреча. Губернатор Ненецкого округа, советник президента Российской Федерации и старообрядцы из разных регионов России и зарубежья собрались за одним столом, чтобы обсудить предстоящие события. 400-летие со дня рождения Протопопа Вакума. Вы знаете, мы уже второй, можно сказать, третий год готовимся к этому юбилею. Мы сотрудничаем с Министерством культуры. Это будет целый ряд мероприятий в разных регионах России, особенно в тех регионах, которые связаны с памятью о вакууме. Допустим, это Бурятия, где он находился в Даурии, в Сылке. Это Нижегородская область. Это, конечно, Москва, где он проповедовал, начал свой проповеднический путь. Это многие-многие регионы России. Президент Владимир Путин поддержал инициативу старообрядцев. Дату отметит общероссийским масштабом. В соответствии с указанием президента Российской Федерации принято решение по созданию Оргкомитета по празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума как выдающегося литературного деятеля России. Эти все мероприятия будут проходить в основном в 2020 году, в основном в Москве. В принципе, это мероприятие планируется в Москве как литературное собрание. Также к этому празднику будет приурочен Международный съезд старообрядцев, который будет проходить накануне также в Москве, и научно-практическая конференция. Ряд мероприятий пройдет и в Пустозерске, ведь на этой земле Аввакум провел 14 лет в земляной яме и был сожжен в 1681 году по указу царя Федора Алексеевича. Здесь же он написал свое знаменитое произведение, ставшее образцом старославянской литературы, в житии протопопа Аввакума. Он является хранителем истинной христовой православной церкви. Это вера, которая была принята князем Владимиром, и вот это то, что было сохранено. Вот как раз мы все эти традиции, все эти обычаи, все эти требования, все соблюдаем строго. Вот в этом у нас... А он как раз был не сторонник введения новых реформ, неконовых новых. И он не согласился с этими реформами. И вот мы являемся как бы духовными потомками продолжения вот этой истинной христовой веры, которой как раз пострадал протопопа Аввакум и его союзники. Известный духовный писатель ему приписывает 43 сочинения. Кроме знаменитого жития протопопа Аввакума, книгобесед, книготолкований, книгобличений и другие, он считается родоначальником исповедальной прозы. Старообрядцы почитают Аввакума священному ученикам и исповедникам. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В рамках 520-летия Пустозерска в Нарьинмаре прошла международная конференция «Научный, культурный и образовательный потенциал Пустозерска» первого русского города в Арктике. Кроме представителей Ненецкого округа, участие в конференции приняли археологи, ученые, эксперты, палеонтологи, исследователи, музейные и научные сотрудники из Архангельск, Москвы, Сургута, Сыктывкара, Екатеринбурга, Иркутска, Усть-Цильмы, а также сотрудники зарубежных научных центров из Стокгольма и Тромсе. В рамках конференции была организована работа тематических секций. Одним из значимых мероприятий стала презентация новой книги о древностях городецкого озера по материалам работ предыдущих лет археолога Александра Мурыгина. Конференция в юбилейный для первого заполярного города год состоялась благодаря соглашению о сотрудничестве между администрацией региона и компанией «Лукойл». И, как отметила директор музея-заповедника Пустозерск Елена Меншакова, эта встреча имеет огромное значение для культурной жизни округа. Огромное спасибо, конечно, нефтяной компании, публичному акционерному обществу, нефтяной компании «Лукойл», которая профинансировала этот форум. Благодаря компании мы сегодня имеем возможность видеть здесь специалистов достаточно высокого мирового, в том числе уровня. Идет активное обсуждение. Благодаря компании «Лукойл» мы смогли издать книгу Александра Михайловича Мурыгина. Завершилась работа конференции с запоминающимся ярким праздником. 14 сентября жители Ненецкого округа и его гости отметили День Пустозерска. Прошли с экскурсии по эко-маршруту «Большая пустозерская тропа» и «Пустозерское городище». Здесь же, на месте древнего города, в этот день торжественно открыли скульптурную композицию «Ворота в Пустозерск». Это входная группа, мы ее называем «Ворота в Пустозерск» и «Ворота в Большую пустозерскую тропу» – это экологический маршрут. Ну, сейчас вы видите как раз вход на экологический маршрут, который длиной 8,5 километров, и на его барельефе изображены те живые объекты, которые встречаются вдоль этого маршрута. Вот. И входная группа у нас сделана силами сотрудников музея, волонтерами и мастерами, художниками творческой студии «Тайбола», это город Сиродвинск. Сделали их в этом году, как раз к 520-летию Пустозерска. Это некий такой подарок в Пустозерску. А вообще инициатором этого проекта, ну, вот, строительство входной группы было Нинско-оригинальное общественное организование общества краеведов совместно с Пустозерским музеем-заповедником. Ну, а поддержал нас фонд грантов президента Российской Федерации и администрация нашего региона, за что им огромное спасибо. В рамках празднования 520-летия Пустозерска группы туристов вышли на 12-километровый маршрут по Большой Пустозерской тропе, познакомились с прекрасной природой, с достопримечательностями, а также смогли переправиться через усть городецкую виску. Мы шли и видели всякие деревянные статуи. Когда шли, стояли стенды, например, был стенды, сибирская сосна и тихая охота на грибы. Еще были скамеечки, поставили в этом году, вредя оленей, и были всякие статуи животных. Мама, вам как? Очень понравилась, очень интересная тропа. Считаю, что она не очень сложная. Ну, для нас, для нашей семьи было очень комфортно идти, мы не устали. Может быть, где-то на последних уже километрах, последняя дистанция какая-то, может, была сложная, но это было незаметно. Завершилось празднование в деревне Устье, где работали интерактивные площадки. Также перед гостями выступил ансамбль старинной крестьянской музыки. Приятие «День Пустозерска» этого года не состоялось бы без поддержки публичного акционерного общества «Лукойл». И мы благодарны нашим спонсорам, они не первый год поддерживают наше мероприятие. Я уже говорила, что «Лукойл» – это надежный и добрый партнер музея-заповедника Усть-Азерска. Екатерина Дементьева, Любовь Пермякова, Александра Бобрякович, Дмитрий Лукевич и Владислав Носкин. Телеканал «Север». Минипарк на придомовой территории планируют разбить жильцы дома номер 3 по улице Капитана Матросова. В планах разработать на небольшом участке целый ландшафтный дизайн с подсветкой, скамейками для отдыха и декоративными растениями. К реализации первого этапа своей идеи неравнодушные жители уже приступили. В этом им помогает депутат собрания депутатов Анна Булатова. Первый этап – реализация масштабного проекта «Посадка деревьев». Сегодня жители дома высадили на своей территории рябинки. В нашем доме проживает большое количество пожилых людей. Далеко ходить они не могут. И очень хотелось бы что-то сделать здесь наподобие мини-парка, чтобы им было куда выйти, посидеть, пообщаться. В планах – создать здесь маленький северный оазис. Высадить декоративный кустарник, многолетние цветы, чтобы создать живую изгородь от дороги, чтобы жильцы могли вечерами выйти и пообщаться. Дом новый, построен 5 или 6 лет назад. И вокруг необходимо сделать благоустройство. В прошлом году, правда, под заморозки, инициатива у нас слегка воплотилась. Смогли посадить два дерева на детской площадке. Первым делом на участок, где решено было разбить мини-парк, завезли землю. Потому что после строительства почва была непригодна для посадки. Но жители соседних домов задумку не поняли. Через чернозем срезают путь, вытаптывая будущий парк. Буквально 8 числа была привезена земля. Раскидывали здесь практически все жители дома. Но хотим заострить внимание, пока нет забора. Жители соседних домов решили сокращать путь и двигаются через эту территорию. Основные работы по благоустройству будущего парка планируются продолжить уже следующим летом. Тогда местные жители здесь посадят цветы, вплотную займутся ландшафтным дизайном. Популярная группа Марсель из Санкт-Петербурга по-особенному дорогая жителям Ненецкого округа. Не случайно именно она стала одним из участников праздничного юбилейного концерта в Нарьинмаре. На следующий день Степан Литков, вокалист популярной группы «Парень из нашего города», принял участие в молодежном проекте «Диалог на равных». В маленьком городе есть возможность стать большим. Это один из слоганов «Диалога на равных», который провел ведущий радио «Север-ФМ» наш коллега Иван Никонов с известным поп-исполнителем из Санкт-Петербурга Степаном Литковым, одним из основателей и вокалистом популярной питерской группы «Марсель». Участникам разговора, а это в основном молодые люди, интересно, как стать знаменитостью, известным на всю страну человеком, если ты родился и живешь в маленьком провинциальном городе. Степан Литков доказал, нет ничего невозможного, ведь он родом даже не из Нарьинмара. Родился на острове Колгоев, где проживает и сейчас с немногим более 300 человек. Я никогда не могла поверить, что у нас есть такие талантливые люди с нашего города. Очень интересно на самом деле, и вот захотелось еще почитать о его творчестве, послушать его песни. В общем, мне все понравилось. Творчество вокалиста оценил и Глеб Мариничев. Юноша в теме творчества группы «Марсель» и ее вокалиста Степана Литкова. Но он даже представить не мог, что сможет пообщаться со своим известным земляком на равных. Я узнал, как он начинал это все, как он пришел к этому, как это все начиналось, как создавалось. Узнал то, что он снимался в фильме «Мы с будущего». На самом деле, очень интересно было послушать. Это очень здорово, когда можно напрямую спросить у человека диалог на равных. «Диалог на равных» – это образовательный проект Федерального агентства по делам молодежи. В его рамках проводятся встречи известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса с молодым поколением. Я никогда не занимался музыкой, именно теорией музыки. Я не знаю, что такое сольферджио. Я не знаю, что такое гаммы и так далее. Поставьте мне ноты, я скажу, что это такое, какие-то каракули или что. Но дайте мне клавиши, я сяду и буду просто играть. Это будет импровизация, это будет что-то новое, буду искать какие-то гармоничные ходы на слух. Именно на слух, потому что я не знаю, как это называется. Наверное, это называется «Идеальный слух». Степан рассказал о начале своего творческого пути, и это было еще в Наринмаре. Будучи школьником, а учился Степан в первой школе, он создал с друзьями группу «Дядя Степа», которая пользовалась большой популярностью среди молодежи. Был и звездой местного КВН. Два золотых правила. Если кто-то из людей, которые с тобой рядом каждый день, и в принципе влияют на тебя очень сильно, если они тебя не поддерживают и не верят в тебя, самое главное, не верят, то лучше сразу расставаться и оставаться друзьями, не знаю, а может быть даже не друзьями оставаться. И вместо этого человека нужно найти своего единомышленника. Единомышленниками всегда была его семья. Именно поэтому авторитетом для Степана и главным ценителем его творчества является мама. Я никогда не выпущу песню, которую я бы не смог показать моей маме. Вот. У меня есть такой ценз, как в моей личной голове. То есть я могу даже и не показывать ей, понимаешь? Так всегда и почти бывает, что... Но вот этот вот ценз, что моя мама учительница, и как-то вот всю жизнь меня воспитывали так, что у нас в семье никто не мучается, не курит, не пьет. То есть вот такие у нас, вот такие вот, не знаю, движухи меня с самого детства впитывали, мои родители, за что я очень сильно благодарен. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Ямагучи». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Север»